Всем добрый вечер. Как меня слышно? Давайте проверим, пожалуйста, звук. Поставьте в чате плюсики. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Отлично. Поставьте единички, если есть слайды. Слайды видно? Добрый вечер, добрый вечер. Есть, отлично. Поставьте, пожалуйста, двоечки. Меня как спикера видно? Фотография есть? Фотография спикера есть? Двоечки. Пошли двоечки. Спасибо за обратную связь. Приветствую всех на нашем вебинаре. Вебинаре международного интернет-проекта «Бизнес новой эпохи». И сегодня с вами буду я, Елена Черненко. Буду делиться с вами своими секретами, своими наработками. Своими знаниями, своими мыслями. И, конечно же, тем, кто пришел сегодня на вебинар, я приготовила подарок. Это очень интересная возможность поделиться с вами своими секретными видеоматериалами. Те, кто сегодня есть на вебинаре, обязательно их получат. Давайте начнем. Мы воплощаем мечты. Вместе с компанией «Арифлейм» мы воплощаем мечты. Я хочу, чтобы эта фраза вас пробила, чтобы вы прочувствовали, насколько сильная, энергетически, да, сильная в плане понимания, философия нашего бизнеса, миссия нашего проекта. Мы воплощаем мечты. И нам для этого всего лишь нужно. Самое главное, да, с чего начинается все? Все начинается с сильного желания. Именно страстное, сильное желание творит чудеса. Слайд переключился. Вам видно красивые картинки? Вам нравятся? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Вам нравятся картинки? Успешный человек, да, состоявшийся человек, это тот, который получает то, чего он хочет. Двигается от цели к цели, от цели к цели. И вот так, как на этой картинке, живут лидеры компании «Арифлейм» с уровня «Бриллиантовый директор» и выше. Это достойная жизнь. Это жизнь европейского уровня. А вы уверены, что без компании «Арифлейм» вы можете получить то, о чем мечтаете? Есть ли у вас уверенность в том, что вы можете вот так жить без компании «Арифлейм»? Так вот, «Арифлейм» дает гарантии. Вы видите, по серединке слайда значок «Гарантировано», 100% гарантия того, что вы можете это получить. «Арифлейм» дает гарантии. Потому что до вас этот путь уже прошли сотни людей. И у нас с вами есть наш проект. У нас с вами есть наши лидеры, наши спонсоры, наши наставники, которые готовы делиться своими знаниями, своим опытом. Потому что они уже этот путь прошли и готовы нас провести по этому пути. Потому что страстного желания недостаточно для достижения цели. Нужны еще знания и нужны действия, нужны правильные действия. Как часто встречаем мы людей, которые загораются этой идеей, идеей нашего бизнеса и перегорают. Сталкиваются с каким-то определенным первым этапом сложностей, что-то не получилось, остыли. Так вот, самое главное – это научиться работать над собой. Научиться вызывать это страстное желание в себе и постоянно его поддерживать. Огонь! А как живут большинство людей? Просто живут. Просто работают. Просто подписывают новичков. Просто сопровождают. Просто, просто, просто. Да, Татьяна, самомотивация. Здесь постоянный труд над собой. Очень важно научиться самомотивации. Просто живут, просто работают, да, в надежде на то, что жить станет легче или жить станет лучше. Что все как-то само собой произойдет. Им даже в голову не приходят мысли, что что-то нужно менять. Большинство людей не преуспевают только потому, что они не знают, чего они на самом деле хотят. А если не знают, то нечетко, размыто. А поскольку ты не знаешь, чего ты на самом деле хочешь, да, истинного своего желания. Ты не можешь этого сделать. Не можешь сделать самого главного. Раздувать в себе этот огонь страстного желания. Чтобы даже мысли в голове не было. Что мне что-то, ой, неохота это делать. Ой, я там что-то у меня болит, не могу сегодня. Ой, да у меня не получится. А справлюсь я или нет. Вот чтобы даже мыслей такие в голове не было. Нужно научиться раздувать, разжигать в себе этот огонь желания. Поддерживать его постоянно. Знаете, в наших странах жилье, недвижимость, да, это очень актуальный вопрос. Слайды переключились. И что самое интересное, очень многие так живут и считают это нормально. И считают нормально так жить. Мы рассказываем о наших возможностях. Мы рассказываем о бизнесе, который уже проверенный годами. Бери и делай. Бери и делай. И люди говорят нет. Почему? Очень многие живут закрыты, закрылись уже, да, то есть настолько разочаровались или настолько закрылись, что они даже не слышат, да, не слышат в зоне комфорта. Не слышат новую информацию и не хотят разбираться. Привыкли, да, и есть привычка так жить. И им даже в голову не приходит, что можно что-то изменить. Так вот, можно ли помочь человеку увидеть нашу возможность? Можно ли помочь человеку понять, как он может решить свой жилищный вопрос? Помочь человеку начать думать по-другому? Чтобы он открылся и был готов принять наши предложения. Я вам рекомендую прочитать книгу «Ответы в вопросах» Алана Пиза. Очень интересная книга. Оказывается, существуют такие вопросы, которые заставляют думать. Которые позволяют вскрывать истинные потребности, истинные желания, истинные мотивы человека, побуждают его к действию. Задавая такие вопросы, можно сделать так, что человек сам входит в такое состояние, что он готов принимать новое. Готов принимать наши предложения по бизнесу. Как сделала я? Вы видите сейчас на слайде. На слайде хорошо видно текст? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Видно текст, да? Я набрала вот такой текст. Да, список. Вы можете что-то свое придумать. Ну, вот, как вариант. Составить список. И с компьютера, да, взяла на флешку и пошла, распечатала, сделала карточку, заламинировала ее. Вот она у меня сейчас передо мной. И где бы я ни находилась, когда бы я где-то с кем-то не могла, могла бы встретиться, да, поговорить по душам, я достаю эту карточку. И перед тем, как рассказать о возможностях нашего бизнеса, я провожу тест. Я хочу понять изначально, готов человек принять информацию или нет. Что я прошу, да? Мы поговорили, попили чайку, поговорили о жизни о том, о сём, всё здорово, всё классно. Человеку нормально, комфортно, в состоянии жить с родителями и получать зарплату 50 долларов. Он счастлив, он безумно счастлив, у него всё хорошо. Я достаю эту карточку и прошу его, просто мне интересно, да, прошу его ответить мне, что он думает по этому поводу. Вот скажи мне, пожалуйста, что для тебя из этого списка является самым важным? Человек начинает просто читать, да? Нужна новая квартира, более просторная, комфортная, в лучшем районе. Мечтаю купить квартиру, чтобы отделить взрослых детей и жить отдельно, а не разменивать своё жильё. И так далее. Он просто читает список, да? И я его спрашиваю, что для тебя является самым важным? Что самое главное для тебя? Ну, люди очень любят тесты, очень любят, когда их о чём-то спрашивают. И человек начинает отвечать. Ну, вот я сейчас нуждаюсь в собственном жилье. Я действительно живу с мамой, и мне бы, конечно, хотелось бы свою отдельную квартиру и жить не так, как хочу я. Второй вопрос. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, что для тебя из этого списка является самым важным? Второй вопрос. Мы просто мило беседуем. Мы просто разговариваем по душам. Я задаю второй вопрос. Почему ты выбрал именно этот пункт? Почему ты выбрал именно этот пункт? Ну, я же тебе сказала, да, я там живу с родителями и так далее. То есть человек отвечает сам себе, и он, то, что он говорит, для него это является истиной. Третий вопрос. Я спрашиваю, что ты думаешь? Как же будет выглядеть твоя жизнь, если ты это не получишь? Вот что произойдёт, если у тебя этого не будет? Ну, я буду жить дальше с родителями, всё будет как есть. Человек сам отвечает, и это для него истина. Четвёртый вопрос. А скажи, тебя это волнует? Ну, и, конечно же, начинается, да, раскрывается человек. Он начинает рассказывать, какие у него есть проблемы. Почему для него это важно? Почему это его волнует? И вот здесь вот вы действительно должны посопереживать, да, с человеком. Поддержать его. Что да, ты что? Как это может быть? А как это? А что это? О чём ты говоришь? То есть вот здесь идёт эффект сопереживания. И в конце очень важно задать пятый вопрос. А почему тебя это волнует? И человек повторяет кое-какие фразы, но он отвечает сам себе. Это очень важно. Он открылся, он готов к новой информации. Он начал думать. И вот теперь мы можем рассказать о бизнесе. И вот теперь я говорю. Слушай, я не знаю, подходит это тебе или нет. Я занимаюсь бизнесом там, где люди зарабатывают очень хорошие деньги. Причём в дополнение к своей основной работе. И могут ещё и квартиры покупать, и зарабатывают. Я знаю таких людей, которые зарабатывают 10 тысяч долларов в месяц. Так невзначай, между прочим, вы это говорите. Причём дома, за чашечкой чая, за компьютером, ничего сложного нет. Может тебе это подойдёт, вот тебе ссылочка. Можно дать визиточку свою или ссылочку написать на салфетке даже. Неважно, вы-то свои ссылки все наизусть знаете. Посмотри. И вот такие вопросы помогают человека подготовить его к принятию информации. Потому что не все, ну очень мало людей, да, которые открыты к информации. Мы перебираем, перебираем, перебираем людей. Я раньше судила всех по себе. Думаю, ну как же, я же это всё сразу поняла. Как же, я же быстро всё это вникла в суть. Я этого хотела. Почему они не слышат, почему они не хотят? Оказывается, они хотят только потому, что они закрыты. И они не готовы слушать. И изначально нужно подготовить человека к принятию решения или принятию информации. Зачем ему это надо? До встречи со своим спонсором, я об Арифлэм знала только то, что компания... Ну, Арифлэм это красивые каталоги. Арифлэм это косметика. Но честно вам признаюсь, я ни разу, никогда, нигде не слышала, что Арифлэм даёт возможность людям зарабатывать деньги. Что Арифлэм работодатель. И меня эта идея просто захватила. Меня переполняло страстное желание сделать этот бизнес. Суть и идея нашего бизнеса. Что есть хорошие продукты. Разные, их много. Постоянно обновляющийся ассортимент. Они нужны людям. И мне в первую очередь. И моим близким. Если я буду пользоваться этими продуктами, я всегда буду отлично выглядеть. А для меня это важно. Я буду здоровой. Мне это нужно всегда. Можно даже сказать навсегда. И если я буду рассказывать об этом другим людям, а этому нужно научиться делать это правильно, так, чтобы люди тоже начали, да, пользоваться этими продуктами. Причём это надо сделать так, чтобы они сами начали рассказывать об этом. И если этот процесс будет продолжаться, то я буду иметь очень серьёзную выгоду от этого дела. Потому что включается принцип геометрической прогрессии. 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее. И со всего этого огромного товарооборота, созданного этой армией людей, компания будет платить пожизненно проценты деньги. Каждый каталог, каждые 3 недели, 17 раз в год. Эта идея просто меня с ума сводила. Вот эти кружочки. Я прочитала маркетинг план, ну, раз в 50 это точно. Я с ним засыпала и просыпалась. Я поставила себе цель с первого дня. Я буду директором компании Reflame. Мне мой спонсор тогда сказал, ты хочешь стать директором? Тебе нужно найти, найти партнёров. которые точно так же, как и ты, будут понимать эту идею бизнеса и будут вместе с тобой подниматься по карьерной лестнице. И секрет был только один. от цели к цели, от цели к цели. Общаться с большим количеством людей. За первые полгода я вышла на 15% и застряла на них приблизительно где-то на год. Вот то 15, то 12, то 18. У меня не получается, говорила я своему спонсору. У меня не получается. Очень часто я слышу эту фразу от новичков. Я тоже так думала. И со временем, со временем я поняла одну очень важную вещь, которую хочу сегодня рассказать вам, поделиться с вами своими мыслями. Ну вот, девочки меня поймут. Если мы поставили себе цель сварить, накормить семью борщом, сварить борщ, что мы делаем? Мы достаем кастрюлю, наливаем в нее воды, ставим воду, да, кастрюлю на плиту, ждем, пока вода закипит, при этом достаем с холодильника мясо, размораживаем, начищаем картошку и так далее. Я думаю, что каждый хотя бы один раз в жизни варил борщ. Так вот, я поставила только кастрюлю с водой и сидела, сетовала, плакала и разочаровывалась, и отчаивалась, что у меня борщ не получается. Оказывается, что я еще совершенно ничего не сделала. А нужно еще вот это, а нужно еще вот это, а нужно еще вот это. То есть, получается, нужно довести процесс приготовления до нужного результата. и потом уже говорить, что у меня не получается или у меня получилось. И, конечно же, через полгода, после того, как я поняла эту вещь, я стала директором. Я не буду перечитывать сейчас слайд. Я думаю, что каждый из вас уже прочитал, да, что очень важно понимать, что вы вместе со своей командой поднимаетесь по карьерной лестнице. И совершенно у вас не может быть таких мыслей. Ну, здесь, в этом бизнесе невозможно тянуть одеяло на себя. Нет таких мыслей в Арифлейм у меня не получается. Есть только одни мысли. Что сделать для того, чтобы получилось у моих партнеров? Что я должен сделать такого, чтобы получилось у моих партнеров? А ваш результат будет автоматически. Вместе. И советы новичкам. Так как я прошла уже путь от новичка до директора, конечно же, у меня есть важные советы и рекомендации. Как зарабатывать легко? Как зарабатывать просто? Сфокусируйтесь на важных моментах. Шаг в шаг. Слушайте спонсора. То, что он вам говорит. Делайте то, что говорит спонсор. Потому что он знает, как запускается механизм. Он знает, какие кнопочки нужно нажимать. С чего начинается бизнес? С прохождения стартовой программы. Дорогие новички, для вас сейчас это ваш шанс. Я слышала очень много людей, которые говорили, если бы я знала о стартовой программе раньше. Не упускайте эту возможность. Используйте эту возможность. Прохождение стартовой программы дается только новичкам. И только в течение 21 дня с момента регистрации. Не успели? Все. Дверь закрыта. В каждой стране есть своя стартовая программа. Поэтому с нее начните изучать возможности компании Reflame. Я живу в Украине. Я проходила стартовую программу из четырех шагов. Я от нее просто в восторге. И в нашей команде есть правило. У нас все новички проходят стартовую программу. У нас это заведено. Как это сделать легко и просто? Как сделать за 21 день с момента регистрации первые 75 баллов? А там, где первый шаг, там и второй. А там, где второй, там и третий. А там, где третий, там и четвертый. Но как сделать эти 75 баллов в течение 21 дня с момента регистрации? Нужно понять очень важную вещь. Когда новичок слышит о стартовой программе, он говорит, он думает, а, нет, это нужно продавать. Всего лишь 2% людей продают, любят продавать, будут продавать. А остальные нет. Поэтому основа бизнеса это личное потребление. Потому что мылись, моются и будут мыться все. Вокруг вас большое количество людей, которые чистят зубы, которые принимают ванну, умывают лицо, ухаживают за маленькими детками. Ваша задача организовать процесс потребления продукта в своем окружении. Если вы не можете себе лично приобрести продукцию, вы просто организовываете потребление продукта. Сейчас это очень модное направление, называется совместные покупки. Покупать вместе просто и выгодно. По такому принципу работает, я не знаю, как в других странах, у нас в Украине есть магазин метро. Я как частный предприниматель имею карточку и, конечно же, когда мы едем в метро, мы едем всей семьей. Моя мама, семья моей сестры и по этой карточке мы оформляем покупки. Карточка только у меня. Но мы покупаем вместе, все вместе в магазине метро. Вот точно так же происходят покупки в компании Reflame. На расстоянии вытянутой руки вы можете организовать процесс потребления продукта и как следствие пройти стартовую программу и как следствие получить свою первую объемную скидку, потому что именно с этого момента начинается ваш бизнес. Да, деньги небольшие, да, какие-то там 150-300 гривен или 400-500-1000 рублей. Но это только начало. Именно с этого начинается все. И очень важно научиться организовывать свои первые 150 баллов. Увидеть свою первую объемную скидку, почувствовать себя победителем и идти вперед. Где можно посмотреть свою объемную скидку? А, вот, да, кстати, еще хотела показать вам пример заказа. Да, прошел человек стартовую программу, просто забрал свой продукт со 100-процентной скидкой за 1 гривну и попал еще под акцию. Получил электрочайник в подарок. Две позиции по 1 гривне. Wellness Pack для женщин. Вбиваете в заказ, он там 54 балла, естественно, да, а акция была сделай на 50 баллов заказ и получи электрочайник. Wellness Pack за 1 гривну, электрочайник за 1 гривну, доставка на СПО, всего получается и скидка еще учлась, да, есть объемная скидочка. Всего заказ на 8,50. Выгодно? Очень выгодно. Очень выгодно. Где посмотреть свою объемную скидку? Заходим на сайт компании в раздел заказы. Выбираем история заказов и там вы увидите скидка. Эта объемная скидка будет накапливаться и, конечно же, по мере роста вашей команды вы будете подниматься по карьерной лестнице и получать все больший процент от группового товарооборота. Скидка, объемная скидка будет расти и накапливаться. Я вам обещала свои секретные материалы и вот сейчас я вам просто дам встречу, где я рассказывала про объемную скидку. Возможно, вам это будет интересно и вы можете это посмотреть. Я не буду на вебинаре ставить видеоматериал. Вы потом на досуге посмотрите. Следующие отчеты. Компания приготовила для нас все. все инструменты у нас в руках есть. Есть раздел «Мой бизнес». Там очень много всего. Очень много. Компания предлагает вам даже на сайте делать планирование. Планирование своего бизнеса. Причем она будет вам присылать письма на электронную почту. Напоминать вам о ваших планах. Попробуйте, если вам это будет важно, нужно, вы можете это сделать. Я взяла всего лишь несколько отчетов, которыми активно пользуюсь и сегодня о них расскажу. В разделе «Мой бизнес» вы нажимаете «Управление структурой» и вот здесь есть отчет рекруты, отчет по международному спонсированию, ваша структура, информационный листок, а вот синим я выделила, это те отчеты, которые очень нужны с уровня менеджер и выше. Они доступны и нужны с уровня менеджер и выше. Это система рассылки на e-mail, это глобальный информационный лист, а вы, кто еще не менеджер, желаю вам поскорее поставить кастрюлю с водой на плиту и быстрее готовить остальные ингредиенты, чтобы быстрее сварился борщик. И тогда с уровня менеджер для вас эти отчеты будут тоже доступны. Давайте рассмотрим каждый из них. Отчет рекруты. Когда мы заходим в этот отчет, у нас есть возможность сортировать по дате регистрации всех новичков нашей команды. Вот у меня часто спрашивают, где посмотреть новичков в отчете рекруты. Очень хорошо видно, кто у вас зарегистрировался сегодня, вчера, в течение недели и так далее. Вы ставите дату регистрации, чтобы стрелочка была вниз. И тогда у вас отсортируются вверху будут те, кто зарегистрировался более позднее. То есть пошли по убыванию, по дате убывания. Также если вы вправо этот отчет продвинете по строчке, вы увидите, что у вас там есть у каждого новичка колонки по первому шагу, по второму шагу, то есть в конце будет такая колоночка шаг 1, прошел, шаг 2, прошел. Очень удобно картина всех новичков в отчете рекруты. Ваша структура информационный листок. Очень хороший отчет. Ваша структура это раздел, который есть на сайте. В режиме онлайн вы можете видеть, как бегут ваши групповые баллы. И информационный листок отслеживать информацию по группе. Тоже как работать с этими разделами. У меня есть видеоматериал. Даю. Не буду сейчас останавливаться на вебинаре. Единственное, что хочу сказать тем, кто не умеет закачивать свой информационный листочек, вы можете начать, что нужно сделать. Во-первых, там есть возможность выбрать периоды, за любой период. История накапливается. Если задействующий каталог, то период там стоит автоматически. Выбираете тип персональная группа и нажимаете сгенерировать отчет. Вы можете отправить себе информационный отчет на e-mail, отправить отчет. Я рекомендую сгенерировать отчет и у вас сразу же открывается информация, что кликни здесь, клик here, клик не здесь и отчет закачивается вам в компьютер, в загрузки. Очень быстро и удобно. Даже не нужно идти на e-mail смотреть, где там пришло письмо. Следующий отчет глобалка или отчет по международке. Вот что такое глобалка, что такое глобалка. Часто новички спрашивают. Отчет по международному спонсированию. Он приходит где-то через 10 дней после начала каталога. За предыдущий каталог, за прошлый каталог. То есть вот отчет за 9 каталог пришел вчера. Эта компания собрала информацию со всех международных структур, которые у вас есть. Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Латвия, Литва. Все-все-все страны собрала в один отчет глобальный. И вот в этом отчете вы будете видеть уже реальную картину на сегодняшний день, какой у вас был итог каталога. Потому что по родной стране мы видим сразу, а по международке нам обязательно нужно дождаться этого отчета. Бывает такое, что по родной стране ты вышел на 12%, а вместе с международным отчетом пришли результаты, то ты уже и на 22% или на 24% открыл директора. как его закачать? Мы опять же выбираем период, какой нам нужен опять же история сохраняется и нажимаем показать отчет. Затем когда он у нас открывается мы выбираем полный размер и его можно закачать себе в компьютер экспорт в Excel. глобальный информационный лист персональная группа плюс все 24% группы либо же только по персональной группе, либо же персональная группа только 24% группы в первой линии. Вот через этот глобальный информационный лист очень удобно делать рейтинги по структуре. Там есть колоночка с телефонами всей вашей структуры. Очень удобно собрать или в WhatsApp или Viber сделать чат. Ну и много чего интересного. Все доходы ваших лидеров, кто сколько зарабатывает. Это все можно увидеть в глобальном информационном листочке. И вот такой интересный сервис система рассылки на e-mail. Она доступна всем с уровня менеджер и выше. Компания для нас приготовила коммуникацию через электронный адрес. вы нажимаете выбрать уровень по структуре, там будет стоять автоматически первая линия. Вы выбираете персональная группа, вот галочка стоит автоматически все и вот здесь в поле пишется сообщение. В тему кому? В тему пишем тема самого письма. Можно вложить картинки, выбрать какие-то картинки, загрузить и нажать просмотр. менеджер. Это первый вариант, который предлагает компания. Вот я взяла скрин из личного кабинета одного из моих менеджеров. Вот видите 124 консультанта вашей структуры. Отправить это письмо получат письмо, которое вы приготовили. Но также есть интересный момент, это второй вариант, который используем мы внизу всех электронных адресов есть кнопочка экспорт to excel. То есть таким образом мы можем скачать все электронные адреса на текущий момент по нашей персональной группе и делать красивые яркие письма. Как это возможно? Если у нас есть все электронные адреса, наша задача просто составить письмо и вот как пример я предлагаю сейчас после вебинара попробовать этот сервис всем менеджерам и выше и отправить красивое яркое письмо приглашение на школу новичка. вы заходите в контакте на нашу страницу нажимаете на время публикации заметки заметка с приглашением на вебинар у вас открывается заметка и вы ее просто копируете вместе с картинкой выделили текст и картинку и нажали копировать копировать нужно нажимать на тексте не на картинке и заходите на почту gmail в поле письма вставляете вот в таком красивом ярком красочном варианте вставляется оно в содержании письма и внизу пишите ваши контакты для связи в поле кому вставляете свой электронный адрес и в поле скрытая берете с отчета который пришел вам на excel колоночку скопировали все электронные адреса вставили в поле скрытая копия и написали тему письма сегодня среда приглашаем или приходи на вебинар достигай поставленных целей и отправить вот такое яркое красивое письмо потому что если пользоваться системой рассылки через email через сайт компании Reflame приходит в обычном текстовом редакторе не очень красиво а вот такие письма яркие красочные людям конечно интересно получать попробуйте я думаю что вам этот вариант больше понравится максимально 400 500 от 400 до 500 можно сделать в одном письме если не помещается то можно сделать просто два письма то есть скопировали 400 электронок отправили первое письмо потом следующее 400 электронок отправили следующее письмо точно такое же просто еще одно почта Gmail позволяет отправлять до 500 но я никогда не рисковала до 400 отправляю всегда то есть до 400 спокойно смело можно отправлять в компании есть вот такое замечательное мобильное приложение которое позволяет вам всегда везде и всюду хочу могу и буду быть в режиме онлайн и следить за своим собственным бизнесом есть ролики кто еще не знает об этом обязательно закачивайте на свой телефон смартфон планшет в общем какие гаджеты у вас сейчас есть под рукой обязательно будьте в курсе всех событий и такой краеугольный камень недавно в чате у нас была переписка по поводу открытия ЧП ИП когда же открывать ЧП когда же открывать ИП ИП это индивидуальные предприниматели в России ЧП это частное предпринимательство в Украине в любой момент с того момента когда вы уже видите что ваши доходы в Украине это я рекомендую от 5000 гривен и выше составляют вы можете открыть частное предпринимательство в любой момент заключить договор с компанией и вот на примере Илоны Сухоруковой да это растущий лидер из России она до Арифлейм работала банковским сотрудником и в декрете познакомилась с возможностями бизнеса онлайн с компанией Арифлейм построила свой собственный бизнес в интернете и когда пришел конец декрета она просто не вышла на работу она написала заявление прошу уволить меня по собственному желанию обратите внимание в графе причина она указала за время декрета стала владельцем собственного бизнеса и в работе по найму больше не нуждаюсь декрета что делают мамочки в декрете они работают в нашем проекте чтобы по окончанию декрета открыть частное предпринимательство и больше никогда не работать на дядю чтобы больше никогда не идти в найм за время декрета вы можете создать свою собственную структуру уровня 15-18 до 24% и та скидка которая накопилась объемная скидка она ведь накапливается вы ее получаете в свою первую зарплату вот представьте себе вы накопили 40 тысяч гривен да или 120 там 3 150 тысяч рублей и плюс еще единоразовая премия 1000 долларов да такие сумасшедшие суммы можно получать я видела скрины девчонок девчонок в декрете которые открывали частное предпринимательство с объемной скидкой в 500 тысяч рублей полмиллиона заработали девчонки в декрете вы идете открываете частное предпринимательство заключаете договор с компанией вся накопившаяся ваша объемная скидка выплачивается вам на расчетный счет или можно просто просидеть декрет это потрясающая возможность для мамочек которые сейчас могут работать дома совмещая уход за ребенком я не удержалась я когда увидела этот посыл я его себе сохранила и хочу поделиться с вами да на банковскую карту это слова Илоны Сухоруковой задумайтесь для чего вы живете неужели вы родились чтобы существовать меняйте свою жизнь она одна кто если не вы не будьте серыми мышками прячущимися в своих норках от проблем и своих страхов берите ответственность за свою жизнь на себя не мое а что ваше 40 лет пахать на дядю пенсия какие там 200 господи хоть бы 100 долларов получилось слишком тяжело что убрать себя от телека нажать на какие-то кнопочки ну да продавцом к примеру в магазине по 12 часов таскать тяжелые коробки за 10 тысяч рублей и платить недостачи легче у меня не получается никто не хочет а на деле начинаешь спрашивать а что ты сделал а ты ведь ничего еще не сделал давайте смотреть правде в глаза кто ищет тот всегда найдет я на 6 процентах просидела 9 месяцев после регистрации просто делала искала искала дальше это же интернет тут сотни тысяч людей тут невозможно не найти и сейчас пишется ваша история успеха какие какие же у нас есть отчеты для частных предпринимателей компания присылает ответственно относится к этому делу и присылает справки квартальные акты со всеми вашими доходами и приходит смс на телефон что пришли денежки на счет ура зарплата пришла каждые три недели директор Арифлейн получает деньги на банковскую карту все сейчас очень автоматизировано вот тебе и Арифлейн да если не открываешь ЧП то деньги будут копиться на объемную скидку на вашем номере и потом при открытии ЧП вы их получаете уже всю накопленную сумму так что я заканчиваю свой вебинар вы большие молодцы что нашли время прийти обучаться я вам желаю ежедневно двигаться вперед и тогда ваши результаты превзойдут все ваши ожидания и очень скоро вы получите отчет онлайн отчет от компании Арифлейн о выплатах сколько компания Арифлейн заплатила денег в этом месяце за ваш автомобиль на котором вы уже с удовольствием разъезжаете желаю ударить автопробегом проект бизнес новой эпохи вперед благодарю вас за внимание спасибо спасибо и спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...